В этот день, 13 марта 1583 года, был основан город Архангельск. Незадолго до того Россия потеряла выход к Балтике. Стране нужны были новые морские ворота. 13 марта 1881 года в Санкт-Петербурге был убит российский император Александр II. 13 марта 1938 года русский язык стал обязательным предметом для изучения в советских школах. В этот день, 13 марта, родились Антон Макаренко, педагог и писатель, советский детский поэт Сергей Михалков. Свои мемуары знаменитый литератор начал словами. Я, гражданин бывшего Советского Союза, бывший советский писатель Сергей Владимирович Михалков. Родился в Царской России, в городе Москве, 13 марта 1913 года. Первые свои шаги сделал в доме номер 6 по улице Волхонки, что неподалеку от Кремля. Современники называли Михалкова советским дворением. Они, доброжелатели, не упускали случая напомнить, что, несмотря на свое происхождение, писатель принял власть большевиков, которая дворянство уничтожала. Михалков отвечал им и, видимо, себе. Предназначение дворянства не парение в облаках, оно в том, чтобы быть при дворе, то есть служить власти. А царь это или генсек, или президент, не так уж важно. Сергей Михалков написал столько детских книг, сценариев, что можно смело сказать, что на них выросло несколько поколений. А еще он был военным корреспондентом и создателем двух гимнов – СССР и России. Детство поэта прошло в Подмосковье, где Сергея с братьями обучала немка-гувернантка Эмма Розенберг. Благодаря ей мальчик свободно говорил по-немецки. Когда же семья переехала в Москву, Сергей пошел сразу в четвертый класс. Тут он столкнулся с одноклассниками, которые стали дразнить его за его заикание. Тогда ярко проявились в качестве Михалкова беззлобность, юмор, измекалка. Вскоре весь класс был покорен Сережей, оказавшимся за водилой и шутнюком, и вот четверостишими, которые он посвящал одноклассникам и учителям. Вскоре Сергей придумал издавать домашний литературный журнал, а его отец показал стихи известному поэту Безземенскому. Тот оценил точность рифмы и словосочетаний и посоветовал развивать такой яркий талант. Когда семья Михалковых переехала в Пятигорск, в журнале на подъеме появилось первое серьезное стихотворение 15-летнего поэта – дорога, гнутся шпалы, опрокидываясь вдаль, убегая серыми столбами, и когда мне ничего не жаль, кочки кажутся верблюжьими корбами. После школы отец отпустил сына в Москву и пожелал, чтобы тот не оставлял стихи, хорошо учился и избавился от заикания. Сергей смог выполнить эти пожелания, только от заикания не вылечился, но многие считали, что он придает Михалкову своеобразный интеллигентский шарм. Первое время столица не баловала Михалкова. Он писал стихи о челюскинцах и папанницах, об ограничниках и зарубежных пионерах. Но гонорары были малы, и Сергей брался за любую работу. Ходил летом в геологические экспедиции, налаживал станки на Ткатской фабрике. Но в 1933 году вышел первый сборник поэта, и жизнь изменилась. Его стихи читали на радио и со сцены «Лев Кассиль, Ирина Зеленая». Они печатались в многотиражках. Михалков стал знаменит и любим. Однажды Михалкова пригласили на слет пионерской песни. Домой он вернулся с целой экипой текстов и отправил их к строгому редактору журнала «Пионер» Борису Ивантеру. Вскоре в «Пионере» вышел дядя Степа. Тогда же опубликовали стихотворение Светлана, которое заинтересовало Сталина. Ведь Светланой звали дочь вождя. И он усмотрел в рифмованных строчках нечто личное. «Я тебя будить не стану, ты до утренней зари. В темной комнате Светлана сны веселые смотри. От больших дорог усталый теплый ветер лег в степи. Накрывайся одеялом, спи». Так состояло знакомство генсека с Михалковым. На встрече поэт нервничал, заикался больше обычного, а Сталин сказал «И не заикайтесь. Я вот приказал Молотову, чтобы он перестал заикаться. Он перестал». Очень быстро Михалков стал одним из главных официальных голосов эпохи. Немногие знают, что эпитафия на могиле неизвестного солдата принадлежит перу детского поэта. Как много уместилось в одну эту строку «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Сергей Владимирович был военным корреспондентом, прошел Южный фронт, получил контузию, но уцелел. Многое было в этой долгой, 96-летней жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова